Приветствую подписчиков страницы НКМ Артур в фейсбуке. Совсем скоро откроем новый том истории мирового туризма. НКМ Артур готов вписывать в него свои страницы. После тревожных месяцев ожидания у нас есть новые заявки. Это главный повод для оптимизма. Ну а пока туристический бок вставляет батарейки в колесо фортуны, продолжаем серию бесед с гидами компании НКМ Артур с целью раскрыть профессию сквозь призму личности гида и увидеть личность через профессию. Мой собеседник сегодня самый концептуальный гид компании, человек ломающий стереотипы, утверждая новые стандарты качества Александр Хоменко. Привет, стандартное спасибо, что пришел у меня, спасибо, что пригласил и как настроение? Ну ты в прошлый раз очень здорово оформил настроение, как ты сказал, декамероновское, болдинское. Да, да, да. Вот что-то в этом роде. Пушкин сказал, хандра хуже холеры, если я не ошибаюсь. Поэтому хандра проходит, ждем новых туров, ждем новых горизонтов. Повод для оптимизма есть? Есть, конечно, есть. У нас уже, по-моему, две или три заявки новых. Хорошо, тогда начнем с фантазии. Не особо люблю сослагательное наклонение, но представим, если бы в начале пути тебе, как былинному богатырю Будемиру, перст указал два пути. Успешный гид или успешный... Вот как тебе кажется, в чем еще ты бы смог себя настолько же проявить, как в профессии гида? Знаешь, есть вот породистые собаки, потому что, наверное, там с поколения в поколение передается способность ловить лист, например, да? Я, скорее всего, породистый учитель. Дедушки, бабушки, дяди, тети, мама, папа, сестра родная, все учителя. Поэтому вот если я был бы успешным учителем, и, собственно, наверное, эта профессия по-производной позволяет это качество воплощать в работе. Хорошо, но все же ты пришел в профессию из корпоративного бизнеса, причем будучи уже зрелым и состоявшимся человеком. Расскажи тогда, как нашла тебя эта работа? Интересный очень вопрос, такой, знаешь, судьбоносный, что ли. Я и собирался-то быть учителем, заканчивая университет в начале 90-х. Я учился в аспиранторе, и тут приход второй, второй приход капитализма в Украину. Поэтому я был вынужден уйти в компанию Филипп Моррис. И проработал там 15 лет, и дальше уже вот, вот все, никак. Я искал учителя. Искал работу учителя, и повезло, да, повезло, судьба. Все знаете Илья Межула, наш знаменитый, известный, талантливый и так дальше гид. Мы с ним учились в медучилище, еще до армии, фельдшера. То есть я по образованию, получается, историк и акушер-фельдшер. И в сетях мы списались с ним. Он рассказывает, что берут на работу гидов, его компанию. Я даже не знал, что такая работа существует в мире. И сказал Илья, какие качества, что нужно уметь при этой работе. Он говорит, ну, нужно немного знать историю. Немного знать историю. И нужно знать английский язык. Ну и все. И меня он устроил на собеседование. Как-то так вот вне очереди, что ли, включил свои там связи. Нужно сказать, что после 15 лет в компании Филипп Моррис, интернациональная компания, американцы и все такое, у меня был большой скепсис к интервью в наших отечественных компаниях. Как правило, тогда, я не знаю, как сейчас, задавали два вопроса. Вот задавали, что сколько ты хочешь, и что так много. Все, больше ничего не спрашивали. Поэтому я и не готовился. Так вот думаю, бог с ним, что там будет и так дальше. И интервью мне очень понравилось. Тут, наверное, все-таки рассказ не сколько про меня, любимого, сколько про компанию Комар Тур. Как она подбирает сотрудников. Интервью у меня брал Юрий Ивлев. И я его как бы называю, знаешь, заочно замполит. А вот он отвечает за нашу идеологическую подготовку. И первый вопрос меня просто поразил. Поразил, потому что там определяется очень важная компетенция гида. Может, возможно, поговорим позже об этом. Компетенцию, умение управлять информацией. Вопрос шуточный, но, в общем, глубокий достаточно. Он так сказал. Расскажи мне историю Франции, но как будто бы ты с помощью этой истории кадришь девушку. Очень круто, круто. Мне, ну, браво просто. Знаешь, я там буду историю Франции кадрить девочку, девушку. Роль женщины в истории Франции. И пошло там какие-то кусочки, то, что я знал. А дальше уже компетенции лидерства, компетенции работы с финансами и так дальше. И попал в компанию Incom Artur. Сколько длилось это интервью? Интервью длилось где-то час. Ты знаешь, час. И я был просто приятно поражен. Приятно поражен. Я просто не ожидал такого качества вопроса. Пардон, Юра. Да, что он задаст такой вопрос, который меня просто убил. Кадрить девушку с помощью истории Франции. И ты стал гидом? Я стал гидом, да. И ты стал гидом. Сколько лет назад это было? Это было в 2007 году. Это значит что? Это достаточно. Да, дюжина. Тебе сняться сны, связанные с профессиональной деятельностью? Сны. Сейчас ты знаешь, напомнил мне один фильм, я его очень люблю. И режиссер очень люблю. Есть такой Луиз Баниэль. Да, у него есть фильм «Скромное обаяние буржуазии». И там есть замечательный кадр, когда открывается сцена, герой стоит на сцене, полный зал зрителей, аншлаг. И он говорит, боже, я не знаю слов, я не знаю, что говорить, что это такое. Вот что-то похожее сниться мне. Вот абсолютно. Я привожу куда-то туристов, а потом не знаю, что дальше делать. Автобуса нет. В общем, какая-то такая глубокая идет обработка моего мозга в работе с группами. Группы снятся во время работы. Я с ними беседую. Больше это радостно и позитивно? Да, конечно. Или все-таки это страх да эмоцифобус? Это все. Это знаешь, это как страх и радость артиста. Есть у этого, у Шпаликова поэта, можно там про женщину, но можно и про группу. Как он сказал, рассвет еще не начатого дня, неясные предметы, очертания. И думал я, как ты вошла в меня, мои дела, заботы и названия. Это вот про группу, сто процентов. Хорошо, чтобы группа вошла, с твоей точки зрения, гиду, какие качества нужны, чтобы быть профессионалом? То есть не имея в виду набор базовых абсолютно свойств, без которых никуда, а нечто, что сделает твою работу отличной? Отличной в том числе от того, что делают другие запоминающиеся. Главное качество, вот если такой, как сказать, философический, да, главное качество, я вспоминаю один эпизод, не эпизод, а я прочитал где-то или услышал по ютубу. Ютубу, когда-то Венимин Смехов решил проехать по всей Америке. Вот это Рут с XTX, посмотрите, и он встречается с Аксеновым, известным писателем тоже, и говорит, вот расскажи мне, что нужно самое главное знать про страну, самое главное. На что Аксенов замечательную фразу подарил, и мне в том числе. Говорит, Веня, не обобщай. Любая идея убивает человека, любая идея убивает человека. На мой взгляд, самое главное качество гида – это приветствовать разность людей. Понимаешь, не только принимать, это проще принять, а именно приветствовать, радоваться тому, что человек кайфует от того, что ты вообще не любишь, вообще это не понимаешь. Это очень сложно. Это, по-моему, одна из самых главных, такая качественность, ты этого достигаешь, это приветствие разности, это уже хорошо. Второе, ну, мы сейчас очень модное слово – развитие. Развитие – это не всегда новый тур, не всегда новые земли, это проще, это, как сказать, экстенсивное, что ли, развитие. Для меня развитие – это позитивный градус между двумя одинаковыми событиями, понимаешь? То есть, два одинаковых события, но градус между ними позитивный. То есть, сегодня ты рассказал, завтра у тебя уже есть фотография, послезавтра у тебя есть музыкальный фрагмент, а еще через день ты показал это с другой стороны. Вот в этом я вижу умение развиваться, не всегда менять города. Работа с информацией, конечно. Работа с информацией – это, как бы сказать, уход от Википедии, как я люблю говорить. Это не значит не знать даты, не ориентироваться в каком столетии это все было. Просто, если нету связи, если вот этой информацией ты не зацепишь человека, что оно и что, а я здесь при чем? То есть, если не найдешь эту связь, то она неинтересна. Вот в этой связи, на мой взгляд, перегружена часто работа гида информацией про собор. Вот собор, с какой святой, какая высота, из какого материала сделан. Если нет вот этой эсмеральды, если нет вот этого квазимода, знаешь, в этом соборе. Я не могу про него ничего рассказать, я ухожу. Хорошо. В свете того, что ты сказал, в профессии выездного гида, да, потому что есть разница, безусловно, между тем, кто работает постоянно стационарно в одном и том же городе или музее, и то, как работаем мы, насколько соотносится историк-культуролог и психолог. Я понимаю, что на каждом маршруте эту пропорцию приходится вычислять заново, но так или иначе твоя точка зрения, вот психология, как таковая подача, да, и информативность наличия этого материала, насколько важно работать и над одним, и над другим. Как раз, знаешь, как раз вот то, о чем мы говорили, про мое интервью, когда я вошел в эту работу, я думал, самое главное – историк. Самое главное – это люди должны услышать про историю. И вот, дорвавшись до микрофона, я почувствовал себя снова аспирантом, а туристы у меня как студенты, и, в общем, на пятом Людовике уже все спали. Сейчас, проработаю 12 лет, я так думаю, что самое меньшее, что интересует людей – это история. Вот самое меньшее. Если, опять-таки, не проведешь мостик между Эсмеральдой, повторю еще раз эту Эсмеральду, и Ноттердамом никакая история не зацепит. Культурология – да, современная жизнь. Современная жизнь, пульсирующая, интересная. Я стараюсь сейчас рассказывать про бренды этой страны. Дольча Габбана и рваные джинсы, там, не знаю, Ронеля Коста и рубашка Пола. То, что меняет мир. Адидас и бутсы, кухня, еда, вино. То, что живое. То, что живое, то, что, в общем-то, не пахнет нафталином. А психолог, ну, тут сам Бог филил, конечно. Психолог, мы же находимся в подводной лодке, в, так сказать, автономное плавание. И люди разные в автобусе. Как бы плохих людей нет. Есть накипь, знаешь, как в чайнике. У каждого своя, это накипь. И вот эту накипь надо тонко чувствовать, разряжать обстановку. В этой связи, в этой связи, очень важен юмор. То есть, вот, брать работу психолога, она близко. Вот это качество, юмор. Я вот скажу такую вещь, казалось бы, парадоксальную. Юмор – это очень серьезная штука. У Паустовского есть хороший эпизод. Он поехал в Одессу, 20-е годы, гражданская война. Подошел к нему еврей и сказал, ваш друг долго не выживет. Вот почему. Ведь в нем мало юмора. Мало юмора. В плену, в концлагерях выживали те, кто шутил. Ну, конечно, далеко сравнивать эту ситуацию. Ну, вот именно умение… Что такое юмор? Это альтернативный взгляд на события. Умение вовремя, так сказать, предложить человеку другой вариант, то, что с ним случилось, спасает ситуацию. Это как раз работа психолога. То есть, на первом месте это культурология, психология и на последнем истории. Как бы мы ни считали, что нужно обязательно знать там все даты и короли. Ты подвел меня к вопросу о стиле. У тебя, как у успешного гида, безусловно, есть стиль. И самое главное, что этот стиль узнаваем. То есть, есть определенный бренд в настоящий момент. И в украинском туризме, и в частности, в инкомартурии под названием Александр Хоменко. Расскажи, как он, этот стиль твой, выбестовывался. Фух, бренд, ты круто сказал. Но он есть. Наверное, есть. Я уверяю, люди, собираясь в твой тур, они уже что-то ожидают. Ты не темная лошадка. Да. И ты работал над этим. Я думаю, знаешь, если так вот одним словом, это эмоция. Это позитивная эмоция от путешествия. А как я его вырабатывал? Медленно. И вот, как ты сказал, азбестировал, да? Азбестировал. Ну, во-первых, да, работа с информацией. Это действительно, когда ты молодой, ты думаешь, что сказать. Когда ты уже проработал долгое время, ты говоришь, что не сказать. Как у того поэта. Единого слова ради изводишь тысячу тонн. Словесные руды, уходы от Википедии, какие-то интересные сравнения, интересные находки. Много нужно читать, это понятно. Второе, что я обязательно ввожу в свою программу, это поэзия. Ведь поэзия – это концентрированное выражение мысли. То есть то, что, может быть, книга целая содержит всю эту истину, можно одним психотворением прочитать. Если она подходит, я чувствую, что это насчет бинго. Ну, например, Люксембургский сад, Париж. Там же ведь эти все страсти, мордасти, Ахматова, Модельяни, Маяковский, Яковлева, Бабель, Джедесен, Высоцкий. Уже та фраза, когда Владимир Владимирович, покидая Париж, а встреча была с любимой девушкой в Аксенбургском саду, не хочешь, оставайся зимой, мы это оскорбление на общий счет нанижим, я все равно тебя когда-нибудь возьму одну. Или вдвоем с Парижем. Поэзия. Третья музыка. Музыка. Сейчас попытаюсь объяснить. У Антона Павловича Чехова есть хороший рассказ, «Враги» называется. Он грустный, тяжелый. Но там есть замечательная фраза. Там действительно было показано горе, такое вот настоящее горе. И Чехов говорит, хотя в этом горе было что-то прекрасное, но это прекрасное может показать только музыка. В общем-то, на мой взгляд, любое искусство, оно стремится к музыке. Любое искусство стремится к музыке. Поэтому найти правильные фрагменты, правильную музыку для твоего рассказа, а сейчас техника позволяет, сейчас ты ведь можешь даже подключать музыку под и радиогиды, и в автобусе, это помогает туристам получить, как сказать, чистый продукт, знаешь. Ну, пример, я когда начал работать по Скандинавии, поехал в Скандинавию, думал, о чем рассказывать. Вот, а что рассказывать, вот в микрофон, высота этой горы, глубина этого фиорда, и что, ну и что. И музыка. Вот музыка, значит, вот Грик, откуда он взял, почему возникают эти звуки, его биография. Я, Грик меня, в общем-то, и выручил, когда я делал экскурсии в Беркене. Если бы не Грик, я бы не знал, что там рассказывать. Например, ты приезжаешь в Венецию, там ведь набережная, собор, где служил Вивальди. И чтобы почувствовать вот Венецию, потому что, когда спрашивали Вивальди, откуда у вас это все, откуда вы берете вдохновение, ответ был один, вода, вода, гроза включаешь, грозу. И это можно во время движения с туристами, ты перебиваешь свои рассказы с музыкой. В общем, я так понимаю, уже про себя послушал сейчас, что я рассказывал. Наверное, главное, что я хочу туристам передать, это эмоциональное восприятие объекта. Не информационное, эмоциональное. Образ. А в какой момент ты начал понимать, что у тебя это получается? В какой момент? Сколько времени у тебя, у человека с такой медицинской подготовкой, ты знаешь, наверное, ушло на осознание того, что это получается, и это надо продолжать? Ты знаешь, наверное, лет пять. Лет пять, все достаточно было сложно. Вот это качество, приветствовать разность, оно не сразу появилось. Оно и сейчас у меня хромает, как у любого нормального человека. Хромает. Это качество, оно появилось не сразу, и когда я попытался делать такой продукт эмоциональный, который, в общем-то, большинству нравится, это где-то лет пять. А что для тебя является мерой успеха? Мерой успеха, ты знаешь, это очень сложно сказать в таких смарт, как это сказать, в определенных дефинициях, да, что вот в меру успеха ты ее чувствуешь. Возможно, благодарны просто глазам. Да, 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 да. И знаешь, есть хорошая фраза у древних римлян, амор и тузис, но он селатор. Любови кашель скрыть нельзя. Любови кашель скрыть нельзя. Это когда вот заканчивает этот кашель в виде любви, ты ее чувствуешь. Ну, ты же знаешь, вот здесь все чувствуешь, что ты хорошо, что ты сделал, бинго, все. До свидания, до следующей встречи. Хорошо, что ты можешь назвать своей профессиональной победой? Победой, если подумать, наверное, недавно, недавно, вот недавно, отлично. Скандинавия, скандинавия. Новый для меня относительно регион, получается, два года ввожу. А в Скандинавии у нас, ты знаешь, возит наш знаменитый, известный и так дальше, Илья Межу. Специалист великолепный, очень уважаемый. И у меня первая группа. Первая группа, видать, там в разных категориях люди. Я их встречаю в аэропорту, а там такая группа дам, им так, взрослые очень. Элегантного возраста. Элегантного возраста, спасибо. Они на меня смотрят и так громко говорят, не межу, значит, не межу. И потом у меня ломаются радионаушники еще, радиогид ломается. И потом они все кричат, чтобы я вообще ушел, в общем, что-то не получается. И вот за 7 дней работы, за 7 дней работы с этой группой, которая здесь, которая вот абсолютно меня не восприняла нормально, там по разным причинам, по объективным, с объективным причинам. И когда мы возвращались, я почувствовал этот кашель в любви, это достижение. Вот за такой короткий срок, за 5 дней пути, 5 дней плавания у меня что-то получилось. Это первая, первая была поездка в Скандинавию, очень было тяжело, страшно, сам понимаешь, первый раз, да, вот это вот достижение. Илья, спасибо за помощь со Скандинавией. Сложно и неоднозначно все получается, в каком плане? Человек, вернее, гидом рождаются или становятся? Все-таки сейчас, с высоты 13 лет работы. Я думаю, ты знаешь и то, и другое. То есть нужна необходимая глина, абсолютно. Мы же рождаемся с определенными качествами, там, качество какой-то жизнерадостности, качество юмора, лидерские качества, то же чувство юмора. Кстати, вот за лидерские качества тоже можем поговорить. Часто говоря, Юра мне в собеседовании, какой ты лидер? Я тоже думаю, какой я лидер? На самом деле, туристы ведь не в армию пришли, я же ими не руковожу. Я руковожу их отдыхом, а не людьми этими. Очень важно добиться того, что... Наверное, сейчас вспомню, откуда это... А, фильм «Крестный отец». Если помнишь, там есть хороший эпизод, когда один из героев сказал Майкл Корлеоне, «Вот твой отец, Гита Корлеоне, как он красиво умел говорить нет». Вот это вот лидерство, умение говорить нет, умение сделать это лидерство коллективно очень важно. Вот, о чем мы говорили, я упустил немножко. О том, рождаются или становятся. Да, 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 вот эти вещи, они есть у человека с рождения, очень много чего. Она подальше лепится, дальше глина необходима. Я думаю, что ответ такой, и да, и да, и нет. То есть и рождаются, и становятся. Хорошо, представим твой сын, хотя, насколько я понял, он уже выбрал свою стезю, но, скажем, человек, с которым ты предельно искренний, говорит тебе, хочу попробовать себя в твоей профессии. Понятно, утрируя, на чашу весов. Один главный плюс, один самый существенный минус. Плюс. Ну, плюс. Как это, кто-то сказал про детей? Платон, по-моему, да? Единственное, толико бессмертия – это наши дети. Понятно, идут вот эти наши штампы продолжения династии, можно помочь, я рядом, сынок делает то, что делал отец, и это здорово, и душа радуется. Это плюс. Потому что я как бы уже отдыхаю, он рассказывает там, где я был, мы можем обсуждать с ним детали. А минус. Эта профессия, она очень похожа на профессию актера. очень зависимая, она от мнений и решений других людей. Поэтому, как любой родитель, мне очень хочется, чтобы у человека была, знаешь, твердая профессия, зубной врач, например. Ну, так хочется. Но я вижу, что Саша, он уходит в искусство, уходит. Я как бы смотрю это с радостью и с тревогой. Потому что он читает стихи «Возле золотых ворот», знает безумное количество стихотворений Гумилёва, Есенина, Пушкина, делает кино. В общем, он туда куда-то идет, туда, в актерство. В тяжелый хлеб на самом деле. Береза и у норвегов тоже символ нации. Как это можно объяснить? Упс! Да. А место, которое ты мог бы назвать твоим-твоим, ты уже нашел в этой жизни? И вообще, что тебе дарит ощущение комфорта? Мое место? Ты знаешь, Венеция? Венеция в межсезонье. Я раньше старался вот каждый год, каждый год приезжать в Венецию после карнавала, когда нет людей, когда она настоящая. Почему Венеция? Ты знаешь, очень сложно объяснить. Это невозможно просто объяснить, потому что до меня это пытались объяснять. Великие люди, это и Дягилев, это и Йосиф Бродский, это и Ремарк, и Антон Павлович Чехов, многие-многие. Это просто сказка. Как там есть фраза замечательная у Сергея Дягилева, у Венеции здесь не нужно прилагать усилия, чтобы жить. Эти усилия просто смешны. Дом, где жил Марко Поло, ему практически тысячу лет. Тысячу лет. Когда гуляешь возле Арсенала, там Перейский лев, ему по три тысячи лет. Там, получается, прошло тысячу лет, появляется викинг, пишет на этом льве, здесь был Вася. Потом через тысячу лет я появляюсь, ты появляешься, пощупать можно, потрогать. Венеция для меня это чудо, как-то, нет объяснений у чуда. Я на это, я на это не мастак. Я могу только попросить великих цитатами ввести про Венецию. Вот эти краски, которые отражаются в воде, умножаются. Какого это, подожди? Иосифа Бродского. Полдень, Сан-Марко, и чашка кофе единственная черная точка на мере вокруг. На мере вокруг. Ну и это знаменитое, еще у него стынет кофе, и я, усталый зрачок казня, за то, что пытался запомнить пейзаж, способный обойтись без меня. Вот это для меня Венеция. Но если Венеция, это одноразово точечное соприкосновение и любовь, либо ты даже карантин готов был выселить в этом городе? Ну как тоже в Иосиф Бродской, хоть кошкой, знаешь, хоть кошкой, хоть как угодно, хоть в другой жизни. Венеция, это мой любимый город. Абсолютно. Очевидно, что у каждого свое собственное представление о том, что такое отдых, комфортный, качественный отдых, и слава туристическому Богу, что многие доверяют его, свой собственный отдых и комартуру, и это много восторг это доверение. И так вот, что бы ты хотел, чтобы туристы, путешествующие в твоих группах, почувствовали, ощутили на маршруте? Да, очень хорошая фраза «доверяют свой отдых». Это, пожалуй, наверное, главное, главное наше конкурентное преимущество. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы они никуда не спешили. Чтобы вот это приветствие разности, как о том, как я говорил выше, оно воплощалось в нашем туре. чтобы кто-то мог поехать с самого раннего утра на экскурсию со мной, чтобы кто-то просто выспался, потому что сон это очень важная часть отдыха, отпуска, тура, это очень важно. Мы, на мой взгляд, мы очень недооцениваем вот эта вещь сон, физический сон. Люди работают, мечтают просто выспаться, кто-то хочет гулять, кто-то хочет пойти в музей. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы в туре была базовая гостиница на 3-4 дня. И этих туров у нас все больше и больше. Все больше был. Яркий пример, там, не знаю, Скандинавия, яркий пример в отдыхе Испании, итальянские туры. У нас всегда есть кусок маршрута, где 3-4 дня люди на одном месте и делают то, что хотят. Не спешить, и делать то, что хочешь. Наверное, это самое главное. Вы были группы? Да были, конечно, просто просто хотелось бы услышать твои собственные усталии, которые ты никогда не забудешь. К сожалению, запоминаешь группу, когда ты с ней преодолеваешь преодолеваешь сюжет судьбы. То есть те, которые порождают потом сны. Подают сны. Под сны, вот эти сны, сны ужасом. На заре моей юности, я медленную юность в работе в инкомнаторе, мы поехали в Париж, вот эта романтика, мы были на корабле, сено, вся мировая христоматия, стихи, я читаю, закат солнца, а потом оказалось, что гостницы нет. Нет гостей. Ну, так вышло. Форс-мажорное обстоятельство. И ночь на пустыре под лай собак, под крик дам. Чтобы было громче. Да. Ты знаешь, как-то оно для меня был такой хор, что ли, знаешь. Я никогда не забуду. Не расстановился. Да, не забуду. И в этот момент, я думаю, пусть люди покричат, устанут, уснут. Другого выхода не было. Ну, потом все было здорово. Запомнилось мне... Да, кстати, почему запомнилось. Я всегда даю группам имя. Имя даю по двум причинам. Во-вторых, это очень удобно в местах, так сказать, турбулетного туризма, где много людей, когда я рябкаю имя, Хабиби, да, они идут на название группы. А, во-первых, имя имеет значение для меня, это как название корабля. Вот как назовешь. Назовешь эту яхту, так она и плывет. Последняя была у меня группа как раз до карантинной. Я назвал ее Весна, с надеждой такая группа. Так она и получилась. Очень классно. Спасибо, Весна. У меня была группа такая дамская. Дамская, 40 человек, там, по-моему, 35 или 37, что-то в этом роде были дамы. Мы в Испанию ехали, и я сдуру назвал эту группу Кармен. Ну, и вот это все, что в этом сюжете, все это в автобусе. Все остались живы. Все остались живы. Хосе уцелел. Но, там, знаешь, там не сколько вот по сюжету, сколько страсти. Знаешь, это разновекторность дамских желаний. Я хочу... Да и нет, звучит одновременно. Кто-то хочет по магазинам, кто-то хочет по музеям, кто-то хочет спать, кто-то хочет рано, кто-то поздно. Это все вот в таком едином хоре. В общем, я к чему, что группу нужно называть правильно. Вот, Кармен назвал, больше Кармен у меня в группе никогда не будет. Нельзя. Надо подумать, прежде чем дать название. Хотя, дамы, кто слушает, кто был в этой группе, привет, спасибо вам большое за вот эти ощущения в работе. В красности. Да. А за какие города или, возможно, страны, в которых тебе довелось работать, ты мог бы быть благодарен судьбе за то, что у тебя появился шанс представлять туристом. Твоим туристам сейчас поясню, что я имею в виду, когда самолет с моей группой приземляется в аэропорту Чингили, Сингапура. Не знаю, откуда это берется чувство, но это чувство рикования, которое я не испытываю в других местах по определенным причинам, даже необъяснимым для меня и связано это с ощущением сопричастности к тому, что это место туристу видят в том числе моими глазами. Что-то подобное это и стоит, товарищ? Я бы, знаешь, как, да, вот какому городу я благодарен. Благодарен, вот когда первая благодарность городу, она яркая, она в моей памяти, это Париж. Это Париж, потому что, ну, пожалуй, как для меня, ни в каком другом городе нет, вот той концентрации того, что я люблю, где есть личность, где есть дом, где есть дом, связанный с этой личностью, где есть бесконечное количество историй, любви и тому подобное. Не знаю, там Люксибургский сад, это Ахматова, Мадыльяне, Маяковский, Татьяна Яковлева, не знаю, Пасси, это Мария Башкирцева, целая история про эту даму, про этот ее дневник, Триумфальная арка, это для меня Мария Мария Маркс, его книга, и вот эти, его роман в Париже с Марлен Дитрих, вот город оживает, и, позволяю, стихотворение, на них это кусочек, я люблю поэзию, Маршак, как он сказал, все то, к чему коснется человек, приобретает нечто человече, вот этот дом, нам прослуживший век, почти умеет пользоваться речью, вот переводить из языка дома на язык человече, это драйв, и Париж в этом плане, это, конечно, просто кланясь, клондайк, спасибо тебе большое, Париж. Продолжая тему личности, я знаю, и не только любишь, кем получается исторический контекст, индицию, ну, как бы мы на это ни смотрели, насильственную, которого, так или иначе, туристам периодически надо делать, так вот, исторический контекст раскрывать сквозь призму личности, и как у человека, который не только знает, но и чувствует историю, спрашиваю, есть ли такие личности в истории, которые бы тебе было неинтересно по своим личностным причинам, увидеть, выглядеть своими глазами, скажем, с Наполеоном и с Юлианцинером для меня достаточно непонятно, но понятно, а модель поведения Жанны Дарк, чем больше они читают, тем больше я ее не понимаю, хотелось бы, да, своими собственными глазами, не то, чтобы спросить о чем, а просто поприсутствовать в какой-то определенный момент, для того, чтобы понять, как же такое возможно, задавал ли ты себе вопрос когда-то, кого ты хотел бы увидеть, я же не говорю поговорить, а, смешно, поговорить. Ох, Жанна Дарк точно ни слова бы тебе не сказала. Ну, достаточно, такой образ достаточно было бы просмотреть, потому что ты с ее пассионарностью, возможно, я бы что-то не прощелкал. Да, посмотреть стоит. Я, ты знаешь, ответ будет, наверное, такой, несколько нестандартный, потому что эта личность, на мой взгляд, не связана напрямую с нашими твойами, абсолютно. Любимая эпоха, историческая, для меня, это то, что сегодня называется античностью. Вот, древняя Греция, древний Рим, так сказать, детство человечества, понятно, греческая эстетика и римские законы, это краеугольные камни, кодовые камни нашей цивилизации. Так вот, я бы хотел встретиться с Плутаром. Когда там, давно еще, не знаю, когда в детстве, я прочитал его параллельные биографии, параллельные биографии, я понял, вот парень в теме, парень знает от этого эпоху очень здорово и римскую, и греческую. Я бы с ним бы, если бы он, конечно, захотел из вечности спуститься ко мне, поспрашивал бы все, как одевались, как влюблялись, что кушали, и где, куда, в конце концов, одевалась Атлантида, и где она, он-то, наверное, должен знать, где эта Атлантида. Плутах, в первую очередь. Презагубался. Ладно, меняем до 180 градусов. Тема Украина. В этом сезоне внутренний туризм, видимо, будет более, чем актуально. Я очень надеюсь, что он многое получит внутренний туризм, потому что предельное внимание к нему со стороны многих туроператоров. У тебя, чего скрывать, есть зарекомендовавшие себя маршруты, которые уже инкомартура готов представить нашим туристам, и хотелось бы, чтобы подетальнее немного рассказал о том, что ты предлагаешь в самое ближайшее время посмотреть нашим туристам, и что для тебя главное, что ты подчеркиваешь, что ты находишь для себя в этих программах, и что тебе кажется, возможно, будет интересно туристам 2020 года. Внимание, реклама, да? Да, слушай. Украинские туристические маршруты, ты знаешь, у меня тут такой же принцип, как и создание этого маршрута, как и зарубежное. Опять-таки, связи между вещами, опять-таки, личности места. Все гиды знают замечательную книгу Питера Вайля «Гений места». Он как раз, он для меня был таким первым открывателем познания городов, когда город связан с личностью, да, там, Гашек, Прага и так дальше. Здесь то же самое, вот тур, ближайший тур 27 июня, называется «Гоголь-викенд». «Гоголь-викенд». Там каждая точка остановки, бесконечное количество связей между вещами, вот точно, как этот кубик Рубика. Я его собираю перед туристами и показываю эти грани. Первая остановка Брезова Рудка. Брезова Рудка. Это небольшой городок возле, возле Киева. Там связь парадоксальная. Брезова Рудка, Древний Египет. Я не шучу, Каир. Почему? Потому что в Брезовой Рудке сохранилось там имение Закрэвских. Один из Закрэвских, Игнат Закрэвский, был послом Российской империи в Египет. И там он, в общем-то, сбрендил, наверное, сбрендил по поводу древнеегипетской цивилизации. Он решил построить усыпальницу в виде древнеегипетской пирамиды. Причем достал оригинальный чертеж, древний чертеж, и привез материалы оттуда. Я прогуглил четыре тысячи километров от Каира до Брезовой Рудки. То есть, можно сказать, что в Рудках есть настоящая древнеегипетская пирамида. Как это сказал Геродот, все боится времени, а время боится пирамид. Там вот рядом Сильбут, он до 200 лет рядом моложе, этой пирамиды он уже развалился, а она стоит. Рудка это Англия, связь с Англией. Почему? Потому что другая Закрэвская, Мария Закрэвская, была женой Герберту Уэллса. Она еще и побывала, была женой Максима Горького. И вообще там Вавитюнная биография, не знаю, наверное, читал книгу Берберова и Железная Олэдин, про нее рассказывал. Рудка это Тарас Шевченко, потому что там сохранился дворец Закрэвских и в бальном зале он тоже сохранился, возникла вот эта искра настоящей страстной любви между Анной Закрэвской и Тарасом Шевченко. Дальше Лубны, городок сегодня в общем-то так себя копнуть. Пожалуйста, поднимаем вот эту личность Мишневаецкого, поднимаем, как ни странно, даму, которая вошла в аналл и поэзии мировой, Яна Петровна Керна, она из Лубного, она Полтаранская, там есть воспоминания про Лубны. Едем в Сорочнице, там вообще в общем-то все пахнет Гоголем, если хотите. Полтава, Полтава, это пятый элемент украинства, правда, там и Котлеровский, там и Полтавская битва, и Иван Степанович Мадзепа, там огромное количество перекрестков нашей истории, которые можно почувствовать на месте. то есть вот такой принцип личность, история, он заложен и в наших украинских турах тоже. Еще раз знакомый, 27 июня, жду вас. Я вижу, как у тебя сейчас меняет глаза. Три месяца вынужденного простоя. Что нового в себе ты открыл или для себя возможно в себе скорее за этот вид? Да, впервые, пожалуй, у нас такая есть хорошая книга, одна называется «Время трясения». Вот у нас такое время трясения было, то есть сто процентов. И это время трясения подарило философическое настроение. Кто я такой? Что самое главное в жизни? Я думаю, многих это коснулось, это философическое настроение. Во-вторых, впервые летом я дома. Поэтому туры по Украине со своей семьей. На основании этих маршрутов я буду делать маршруты для наших уважаемых туристов «Люнкома Турки». И в-третьих, как делать кино. Увлекательное занятие, как оказалось. Мой сын сейчас этим серьезно начал заниматься. Из его помощи я пытаюсь создать некий сериал, роликов и названия уже придуманы. И серия уже есть. Называется «Дойти до самой сути». Дойти до самой сути, то есть раскрыть место, события, личность в 3-2 минутах. Это, кстати, очень непросто таким эскизом рассказать про то или иное событие или человека. Первая серия, если будет желание, посмотрите, она есть у нас на Facebook, «Инкома Артур». Там о Полтавской битве. Полтавская битва действительно в далеком месте, далеко от Европы, эпохальные события, изменившие судьбы трех народов, и шведов, и украинцев, и России. А второй фильм, он уже на подходе, это будет называться до самой сути, а под заголовок «Камни и музыка» про Житоновича. Она меня просто поразила. Эти каньоны, граниты, реки, каменные скульптуры. Насколько я знаю, тебе есть Тур, туда еще есть. да, 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 Норвегия. Тур, он вообще близко, 20 июня называется «Тур, соответственно, и на камнях растут деревья», как тот фильм, помните, кто помнит о норвежско-славянской дружбе, там действительно место, где время остановилось, в Данишино, в это село, там снимали фильм о славянин. Там вот в другом месте его снять нельзя. Так что, пожалуйста, если будет желание присоединяйся к нам на эту уважаемую туристу. Ты на 200% творческий человек и, естественно, знаешь и взлеты, и падение настроения. Секрет твоего энергетического эликсера. Где взять силы, чтобы встать, подняться и идти? Да, «Встань и иди» была такая книга моя любимая, «Встань и иди». Ты знаешь, эти источники очень разновекторные. Первый, это, наверное, как и у всех, это родные и близкие. Я всегда на связи, всегда вечером я отчитываюсь перед ними за свое настроение. Более того, они для меня такая, знаешь, виртуальная оборона, оборона пяти кольцов, пяти колечек. Если мне не получается что-то рассказать, не получается как-то создать историю, я представляю, что я им рассказываю, что я рассказываю своим родным людям. И вот через эту оборону я рассказываю родным, слушая те, кто действительно вокруг меня находится. А второй источник энергии это я сам, это мое одиночество. Наверное, вот одиночество, те редкие моменты свободного времени, когда можно уйти и познакомиться с городом. Тет-а-тет, ты начинаешь его тонко чувствовать, ты находишь новые какие-то грани, смотришь, как это out of the box с другой стороны на этот город. и заряжаешься от этого звания. К сожалению, мы ограничены рамками эфира. И последний вопрос. Ты живешь свое время? Тебе, как человеку, который тонко чувствует историю, возможно, какая-то другая эпоха была бы ближе? Есть такая замечательная книга у Марка Алданова. Называется «Самоубийство Европы». «Самоубийство Европы». Где он оплакивает, и я тоже оплакиваю, самый лучший, на мой взгляд, период в жизни Европы. Это вторая половина 19 века и до 14-го года. И название было соответствующее. Прекрасная эпоха. Вот до 14-го года, когда свершилось это самоубийство, и на историческую сцену начала выходить всякая нечисть. Нашим зрителям огромная благодарность за то, что были с нами. Всем здоровья, тебе удачи во всех начинаниях и при этом, как мы завершим эфир, повезло на нашим подписчикам. Подписчики, уважаемые наши туристы, что пожелать, как обычно, я это говорю и в автобусе, что жизнь наша она не измеряется годами, она не измеряется линейно, она измеряется глубиной, впечатлениями, значит. Чем больше впечатлений, тем дольше наша жизнь, невзирая на то, сколько лет мы проживем. И как раз путешествие, оно дает возможность продлить вашу жизнь впечатлениями. Так что путешествуйте, живите долго, познавайте мир, а самое главное себя познавайте. в этом путешествии. Спасибо вам большое, до встречи на перекрестках наших дорог. До новых встреч. До новых встреч. Эй! Вы записали? Не знаю, вы записали? До новых встреч.